С нами на связи Майк Уайджер, Марк Уайджер, директор магистрской программы по глобальному менеджменту в Американском университете Киева, бывший спецсоветник по вопросам России, командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса. Марк, здравствуйте, рад вас приветствовать в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте, спасибо за приглашение, всегда приятно поучаствовать. Спасибо, вам также взаимно. Вы знаете, Марк, в процессе подготовки нашего с вами разговора нашел такую мысль, как раз в контексте пока что не передачи для вооруженных сил Украины, для сил обороны Украины со стороны Вашингтона F-16, а также ракет дальнего радиуса действия Атакамс, цитирую буквально, «Байден откладывает разгром России в Украине». Такой тезис, он больше похож на тезис российской пропаганды, но тем не менее его интерпретации часто встречаются на страницах западных СМИ. Согласны ли вы именно с такой коннотацией решений Вашингтона, а пока что на данный момент, 13 августа, ни передачи, ни Атакамс, ни F-16? Я лично не согласен с этой интерпретацией, это звучит немножко как теория конспирации, как будто Америка и наш президент вроде бы не заинтересован в разгром России и в освобождении суверенной территории Украины. Это совсем не так. Я думаю, что президент Байден, его советники, Пентагон, американский конгресс четко заявили, что стратегическая цель именно поддерживать Вашу страну до победного конца. Тут существует несколько проблем, действительно есть и проблемы политического характера, но тоже и технического и чисто военного. Да, всем нам, которые поддерживают Вашу страну, эксперты, бывшие советники и так далее, бывшие генералы, хотелось бы, чтобы вы получили эти F-16, Атакамсы, боевые дроны и другие системы, даже не завтра, даже не вчера, а 6 месяцев назад и раньше, до того, как все начали говорить о контрафанзиве, потому что мы сейчас видим, что действительно российские войска очень умелые, очень глубоко, построили глубокую ворону и умело окафывались. Наверное, моя гипотеза, что ваши ошеломляющие успехи, успехи ЗСЮ при освобождении Херсона, конечно, Восток, Харьковской области и так далее, наверное, создали такие ожидания, даже в рамках нашей администрации, такой, скажем так, немножко чрезвычайный оптимизм в том плане, что русские не смогут прийти в оборону и они не способны организоваться так быстро и так эффективно. Это моя, скажем, рабочая гипотеза, поэтому допускали, все допускали, все думали, что контрафанзив будет развиваться очень-очень, намного быстрее, чем она сейчас ведет. И, конечно, таким образом, наверное, как сказать, не то, что оправдывали, а просто обоясняли отсутствие этих критически важных компонентов, как 16-й АТКАМС. Я очень удивлен решением нашей, ну, то есть этим замедлением со стороны нашей администрации, американской администрации, так как доктрина НАТО и наша самая американская доктрина о ведении воевых действий, даже когда мы были в Ираке, в Афганистане, всегда звали поддержкой с воздуха. То есть воздушное превосходство – это просто аксиома. Военное дело, скажем, 1-0-1, как мы говорим, 101. То есть основные шаги, основные элементы – это иметь преимущество на поле боя с воздуха. Так что создавать у себя такие ожидания, иметь такого оптимизма, когда мы не предоставили именно вот эту воздушную поддержку, это было неоправданно, я бы сказал, к сожалению. Но, снова говорю, гипотеза такая, что ваши светкавичные, молниеносные успехи на поле боя раньше, может быть, создали вот именно такие сверхожидания. Сейчас, конечно, пытаются откоррегировать это, мы видим, ситуация не очень радует. Говорят о нескольких десятке пилотов, из которых, как я читал, только 8 свободно владеют английский в таком профессиональном уровне, не знаю, если это так, но эти цифры, которые я видел, еще тоже не радует, неоптимистична такая картина, что даже если начнут сейчас их обучать, существует множество программ западных, которые, к сожалению, не так быстро готовят военнослужащих в плане технической подготовки на таком уровне, профессиональном уровне владения английского, а начинают более с такими простыми вещами, как, грубо говоря, заказать еду в ресторан. Надеемся, что так не будет, и найдется действительно серьезная контрактор, серьезная компания, которая смогут подготовить очень быстро, даже не в рамках 6, а, надеемся, в рамках 4 месяцев. Но это техническая вот такая ситуация, и не только пилоты, это не касается только пилотов, там есть и техническая поддержка, то есть не только эти несколько десятки, а сотни, может быть, тысячи людей, их надо готовить, то есть бросить там несколько десятков самолетов, это не решает проблему, надо ремонтники, как сказать, технической поддержки и так далее. То есть это комплексный проект, надо было начать его еще даже не полгода назад, но имеем эту ситуацию, в которой находимся, и надо это решать быстро. Каким образом? Я бы сказал, атакамсы, и еще лучше, еще быстрее, кассетные боеприпасы, то есть хаймарсы с кассетными боеприпасами, и уже атакамсы, когда примут это решение, надеюсь, скорее, тоже с кассетными боеприпасами, которые содержат уже не несколько сотен этих маленьких боеприпасов, а не только 88, я думаю, около 644, которые могут носить это уже поле боя и уничтожить эти копавшиеся войска, даже там, где F-16 вряд ли смогли... И уже, Марк, вы знаете, кассетные боеприпасы, по заявлениям самих военных, находящихся на поле боя, они уже показывали свою эффективность и влияние на российскую пехоту. Марк Милли, командующий объединенным штабом, объединенным генералом, говорил еще в апреле 2023 года в интервью Defense One о том, что атакамсы не планируют передаваться. Эту тему, в принципе, мы с вами обсудили. Но, что важно, тогда господин Милли говорил о том, что, в принципе, такие ракеты возможно заменить ударными дронами американского производства. Единственный тип дрона, который мне сразу же вспоминается, это МК-9 Reaper, который также передается и Тайваню в одном из последних пакетов помощи этому острову. Как вы считаете, насколько вероятна передача Украине такого типа вооружения? В принципе, это будет время, когда, возможно, можно уладить бюрократию в контексте передачи Украине и F-16, и атакамсы. Ну, и МК-9 Reaper довольно эффективно пока могут показать себя на поле боя, по примеру, тех же условных Байрактар. Я думаю, это вопрос времени, конечно. То есть вы все-таки получите дальнобойное вооружение. Это мое мнение. Просто это логика всего этого процесса западной помощи, который уже почти реально полтора года идет. Мы начали с противотанковыми гранатометами. Вот мы уже говорим в атакамсах F-16, и то немало времени. Вопрос в том, что, знаете, атакамсы тоже в американском арсенале их не так много. Я знаю, все удивляются. Все думают, а как так? А почему так? Даже боеприпасов не так много было в том плане, что никто не готовился реально после конца холодной войны, что будут такие интенсивные боевые действия, напоминающие Вторую мировую войну. 20 лет и свыше, ну, после 2001-го, как минимум, доктрина была, скажем так, разработана в плане уничтожения либо террористических организаций, либо таких режимов, скажем, как на Ближнем Востоке, где можно было воздушными ударами и другими высокотехнологичными средствами их подавить, и подавить их оборону. Никто вообще не думал, что придется, и то, не то, что Америка будет их использовать, а что союз, реальный партнер, что надо поддерживать вот страну, как вашу, где, насколько я знаю, свыше 5000-7000 снарядов в день используется. То есть, это серьезная вещь, которую мало кто осознавал, мне кажется, до начала войны и до начала контрнаступления, а еще и Атакамс, это еще высокотехнологичное оружие, и даже в арсенале США не могу привести конкретные точные цифры, но читал где-то в порядке несколько тысяч. Я уверен, что сейчас идет процесс налаживания производства, но тут снова говорим о 2024-2025, то, что я читал, я видел в источниках, то есть, это никак не поможет сейчас. Поэтому есть, наверное, какая-то технологическая логика и чисто сугубо военная, что у нас мало Атакамса, давайте сохраним их как, скажем так, последняя возможность, иначе все-таки они очень быстро будут расходоваться на поле боя. То есть, есть и такой принципиальный момент. Эти ударные дроны, да, очень было бы важно получить их, особенно тоже и для ударов не только против Крыма, а и против Черноморского флота России, просто, чтобы, как сказать, реально прочистить вот это побережье, особенно в контексте постоянных угроз со стороны России против международного мореплавания. Снова говорю, вопрос времени, надо нажимать на эти правильные кнопки, постоянно настаивать, постоянно говорить с вашим дипломатом, вашим политиком, просто постоянно давление, постоянно обоясняют, показывают, доказывают, что действительно вам нужно закончить это быстрее, иначе война затянется, продолжится уже, начнем говорить о весенном контрнаступлении, и просто это будет оттягиваться в будущем, и просто показать западным партнерам, нельзя допускать ситуации, в которой часто Украина останется оккупированной, типа как Восточная Германия, тогда Россия создаст реальную границу. Как раз хотелось бы с вашего позволения Марк на этом остановиться, можно говорить, что уже осенью ваши вооруженные силы Украины смогут пробить фронт направлением Меритополя, взять окружение Крыма, освободить его всей оккупированной территории, выйти на границе 1991 года. Это ваши слова в интервью, когда вам в Украину. Вы ответили так на вопрос каковы прогнозы, как будет развиваться ситуация. И вы говорили как раз о том, что это было в феврале 2023. Говорили о том, что осенью действительно может быть вот такой вот результат. Но тогда вы назвали определенные условия, при каких, при реализации каких, вооруженные силы Украины могут это сделать. Тогда вы говорили о поставках западной помощи, что чем быстрее они будут предоставляться, тем больше будет все-таки понятно. Но вы тогда еще и сказали, что если это будет происходить не так быстро, как необходимо, есть все-таки определенная угроза, что война будет затяжной, будет играть на пользу Кремля. И если они смогут каким-то образом заморозить конфликт, вы тоже озвучивали такие риски, чтобы набрать еще солдаты из тюрем, зеков, наемников, перестроить свои военные формирования. Именно поэтому вы тогда говорили, что надеялись, что западные политики, особенно Америка, как лидер западного мира, смогут повлиять на то, чтобы все-таки поставки оружия, которые обещали Украине, они будут происходить как можно быстрее. Исходя из той истории, о которой мы сегодня обсуждаем, исходя из тех процессов, которые связаны с поставками Украины истребителей F-16, сегодня также мы еще говорили о тех ракетах дальнобойных, которых Германия все-таки еще колеблется, передавать или нет Таурусы для Украины. Исходя из того, что вы говорили в феврале 2023-го и из тех процессов, которые вы сейчас видите на поле боя и с той открытой информацией, которую действительно мы сегодня также имеем право абсолютно обсуждать здесь на украинском телеканале, но который вещает для всего мира. Марк, ваше мнение в отношении того, как украинские вооруженные силы Украины могут действовать в ближайшее время и как может закончиться война Российской Федерации против Украины, оно поменялось с февраля 2023-го? Поменялось в том плане, что я тогда допускал, что, ну, когда говорил все эти прогнозы, скажем так, это было на основании моего ожидания, что действительно многие из этих систем поступят на вооружение в конце, ну, к концу весны либо до начала основной фазы, основного этапа контрнаступления. Как мы видим, как мы говорили, это, к сожалению, не реализовало и это огромное разжевание для меня и для всех, которые вас поддерживают, все мои большие коллеги, командующие, генералы и аналитики и так далее. Мы все много чего ожидали, но тут вина, но я не думаю, что вина у вас, у ваших засел, просто уже сказали, что действительно такой сверхоптимизм, когда когда они предоставляются вот эти системы вооружения, то тогда это не обоснованно. Как будет развиваться ситуация? Я видел уже какой-то плацедарм создали, успели создать на юг, насколько я читал вчера или сегодня. есть еще возможности, что действительно прорыв осуществится, особенно именно с помощью кассетными боеприпасами, которые тогда я лично не ожидал в таком порядке, что вы получите до лета. Это тогда был, знаете, был такой дебат, и они запрещены в общем этой конвенции, но президент нашего университета господин Дан Райс еще год назад начал настаивать, вот знаете историю, так что они все-таки у вас и есть, и сейчас я очень надеюсь то, что сказал и то, что сам он говорит и другие, что уже Хаймарсы с этими боеприпасами будут еще сильнее, еще мощнее разрывать эти линии обороны. Может быть действительно, что F-16 включится позднее уже в этой битве, реально мы говорим о весной. Прорыв все еще можно усуществить, Хаймарсы все еще будут уничтожать, ну, либо конвенционально, либо с кассетами и боеприпасами, но они будут уничтожать логистичные центры, хабы, штаб-квартиры и так далее. Вопрос в том, что я действительно ожидал тогда, что этот решающий прорыв доведет до того, до психологического состояния российских войск, когда просто фронт рухнет и будет такое неконтролирование отступления, типа, чуть ли не как Первой мировой войны этого прорыва, вы знаете. В таком плане надо наладить, чтобы постичь этого прорыва, надо наладить так называемое комбинированное вооруженное действие, там, когда бронетехника, пехота, артиллерия действует очень слаженно, действует как в гармоническом таком порядке, как синтезирует свои и сочетает свои взаимодействия ну, тут же очень нужна и авиационная поддержка, поддержка с воздуха. Если ваши ЗСУ смогут реализовать какой-то вариант этих комбинированных операций без F-16, то уже действительно будет геройство и запишется в истории мирового искусства. Не хочу предполагать, не хочу давать никаких оценок. Конечно, да, Марк. Мистер Уэйджер, спасибо вам огромное за участие в эфире Freedom. Мы всегда вам здесь рады. Напомню, что Марк Уэйджер был с нами на связи, директор магистрской программы по глобальному менеджменту Американского университета Киева и бывший специальный советник по вопросам России, командующего армией США в Европе, генерала Бена Ходжерса.